Сегодня защита чести и достоинства и публичная кривита это две статьи, по которой данные граждане готовы привлечь к ответственности. Несмотря на то, что в наших судах тяжело добиться правосудия, тем не менее мы сегодня намерены готовить исковые заявления от этих граждан и у нас есть дополнительные граждане, потому что оскорблением подверглись не только эти пять людей, оскорблением подверглась компания. По сути дела получается, что я, другие участники компании, мы поддерживаем каких-то спекулянтов и так далее. Ну, во-первых, что спекулянт и преступник это неравнозначно, это факт. Во-вторых, почему кому-то можно покупать виллы в Швейцарии, почему кому-то можно здесь иметь целые, я не знаю, в горах там Жайлийского, Алатау, особняки, почему людям купить квартиру для своего подрастающего сына, для своей подрастающей семьи, почему это запрещено, почему статья 14 Конституции, что все равны перед законом, не работают. На сегодняшний день в Казахстане инициированы выборы. Эти выборы, по сути дела, показательны тем, что есть только один человек, который хочет быть президентом и масса выдвинувшихся, которые хотят просто назваться кандидатами, походить в качестве кандидатов, а президентами никто из них не собирается. В результате мы видим, что сценарий такой, был один президент и будет один президент. В связи с этим мы будем использовать выборы, потому что президент назначает таких активов, дискредитирует себя, дискредитирует предвыборную кампанию, которая ради себя инициировала, дискредитирует Казахстан как правовое государство. Ни председательство в ОБСЕ, ни Азиада не очистят имидж государства, если вот так будут исполняться законы Республики Казахстан. Для Казахстана самый лучший имидж – это верховенство права. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова